Минувший год выдался непростым для нашей страны. Сложная внешнеполитическая ситуация привела к напряженной обстановке в экономике России. Во многих регионах страны прошли оптимизации бюджета. Однако властям Одинцовского района удалось сохранить социальный вектор развития. Мы в некотором периоде работали практически на износ, уходя из-за полночной администрации, в таком вавральном режиме, безусловно, повышенного нервного напряжения. Но наши результаты ведет не только в правительстве области, но и, безусловно, наши люди. Среди вопросов на поездке дня обсуждались и способы пополнения бюджета. Например, предлагалось утвердить показатель вреда, причиняемого большегрузами, дорогам общего пользования. Возможно, владельцам фур придется компенсировать наносимый ущерб. Показатели размера этого вреда были установлены в Российской Федерации. Такие же показатели были установлены, размеры вреда в Московской области, постановлением правительства. И настоящим документом предлагается установить аналогичные показатели размера вреда, причиняемым автомобильным дорогам местозначения Одинцовского района. Полученные таким образом средства будут оставаться в районе. Власти смогут использовать их в социальных целях. Например, для решения проблем, возникающих, между прочим, как раз из-за большегрузов. Получим денежки, которые будем дополнительно ремонтировать наши дороги, которые как раз разбиваются вот этими тяжеловесными грузовиками, бесконтрольными. Среди итогов года отметили открытие многофункциональных центров. Каждый пятый житель нашего района стал клиентом МФЦ. Работа организации не осталась незамеченной. В октябре коллектив Одинцовского центра получил благодарность от губернатора области. Мы открыли три многофункциональных центра МФЦ. Начинали с Одинцова, потом переместились, многофункциональные центры открывали в Кубинке, в Никольском. И по рейтингам МФЦ в области мы лучшие. Мы заняли лучшие позиции по МФЦ в этом году. Большую работу власти провели и по ликвидации очередей в детские сады. Открыли три новых садика на 978 мест. Возвели несколько пристройок к уже существующим объектам. В результате в районе удалось полностью ликвидировать очереди для детей от 3 до 7 лет. А еще прошли грандиозные торжества в честь 70-летия Великой Победы. Развивалось уличное искусство. Была запущена масштабная система 112. 2015 год оказался знаковым для Одинцовского района. Впрочем, как и для всей страны. Святослав Савенков, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.